Всем привет! Сегодня у нас рождественский выпуск, рождественский блог. Еду к маме, чтобы помочь ей что-то приготовить. И вообще я сейчас в ужасном виде, не накрашена и с непомытой головой, потому что очень спешила сделать свои дела, чтобы прийти к маме. Короче, по-моему, голову уже перед приездом гостей. Надеюсь, мама даст мне нормально помочь, потому что всю жизнь она никогда ничего не давала делать. Нам с Калиной, именно в плане кухни, никогда мы ничего не могли помочь, хотя очень хотели. Я тут у мамы занимаюсь тарталетками с креветкой и муссом из авокадо, который я же делала на Новый год. Дело в том, что у мамы блендер старый браун, и он вообще не берет так эту массу, как мой блендер. Мой за 2 секунды превращал ее прям в такую пасту однородную, а здесь как бы я не взбивала, на какой мощности не берет он так идеальный этот блендер. Вот что значит новее у меня техника. Да уж. Ну, что, оно и так бы вкусно. Просто, что мне хотелось более однородной массы, ну, как есть. Только я буду делать с такими тарталетками, маленькими, круглыми. Креветок тоже вот много. Я там одни чистила от этих ужасных прожилок, другие мама вот жарила. Сейчас займусь этой закуской. Боже, хоть что-то мне мама дала делать, неужели? Я, получается, сегодня занимаюсь маминой этажеркой. Я уже сделала эти тарталетки. Еще одну тарелку большую унесла на балкон. Сейчас буду делать бетерброды с красной рыбой. Короче, какое-то меню, как у меня на Новый год. Осталось что там, сыр пожарить. Вот, и мама там куча всего, что другого делает. В общем, ты поняла. Мажешь это самое, и рыба, если нормальный кусочек, вот вилочкой взяла, что ты этот нож взяла? Ну, мазать мне удобно вот этим мазать. Дашишь, конечно. Если, допустим, вот толстый кусок, вот видишь, вот так вот раз, можешь вот сюда. Раз, и вот так вот. Да, они толстые, их надо резать. Ну, они есть толстые, есть небольшие. И вот так. Хорошо. А я потом, петрушка у меня подсыхает. Ну, все сделаю. И вот бутерброд наделала. Ну, запасных их, конечно, не осталось. Ну, еще пару клеточек перепала. Счастливая я. Так, мама мне еще доверила готовить финики в беконе, но на этот раз это будут финики не в беконе, а в хамоне. Напомню вам, как их делать. Просто берете финики, желательно хорошие, вот эти вот влажные, свежие финики. Достаете из них косточку, внутрь кусочек сыра небольшой, и обматываем в бекон или хамон, и запекаем там, по-моему, минут 15. Но запекать лучше прям перед подачей, чтобы были горячие. Вот. Ну, я, конечно, не очень люблю ни хамон, ни бекон. Чего в последнее время меня от него отворачивает, капец. Он мне воняет почему-то. Ну, запечен он, конечно, не такой будет. Но все равно закуска очень стоящая. Вы мне как-то спрашивали, не раз мы их готовили. Мама еще сомневалась, делать их или нет, но мы с ней подумали-подумали, и решили, что вот такая мясная закуска нужна на стол, потому что все в основном рыбное, такое с морепродуктами, а мяса маловато. Много времени будет тяжело, скажешь, остановимся. Меньше ловика, батька, бегу на тебя про семью. А я добавил приездору. Мы пить, мы уходим. Пойдем, алиса, мы пить, мы пить. Фу, уже вот такой демон. А как? Это стекло, ты думаешь? Что же делаешь? Да, оно же лево передавлено. Давай, пошли потихоньку. Старайся не напрягать на кисть. Готово. А сколько ты запекала по времени? 20 минут. Ай, аккуратно. Вот еще какое красивое горячее мясо мама будет делать. Здесь филе куриное, ты его мариновала, да? В чем я мариновала? Горчица, смотрю, соевый соус. Да, все еще есть. Горчица, соевый соус, нут, карри. Ну, короче, да. Главное его замариновать, чтобы оно было... И вот чеснок. И вот нарезает мама их как... Это даже не въерочек, это просто надрезы в мясе, а в них, как книжечка, а в них помидор, моцарелла, базилик типа капреса. Я когда-то готовила подобные рулетики, снимала даже вам рецепт в плейлисте у меня с рецептами такое. Вот это вкусное сочетание. И легкое, никакая тебе не свинина, не говядина. Все-таки курица есть курица. И красиво, смотрите-ка. Мама меня так благодарила, я вообще в шоке. Она просто сказала мне, что совсем не любит эти вот закуски делать, и это ее прям нелюбимо, и ее это бесит. А я все это сама сделала, получается, за нее... Ну, мне наоборот в кайф. Я люблю готовить закуски, я люблю делать фуршеты всякие. Ну, мне это нравится. И была бы моя воля, я бы все праздники таким образом устраивала. Какие-то канапешечки, закусочки, бутербродики, брускетики, десертики и все. Ну, вот мне это очень нравится. Вот с большими там блюдами, которые занимают долгое время, я не люблю заморачиваться. Наверное, я бы вообще не взялась за холодец, например, а мама взялась. В общем, она сейчас будет себя приводить в порядок, и там ей только заправить салат и поставить в духовку там горячее. Ну, то есть мы, в принципе, все сделали. Даже стол поставили. Она переживала, что мы его не дотащим, что лучше папу ждать. Я говорю, мама, женщина, может, все практически. Ну, конечно, не без потери, он красные себе надавили. Я думаю, мама точно такое же здесь на запястье, но зато бы все сделали. Вот, я хочу сейчас что-то перекусить, потому что только полвторого, собираемся мы на полпятого, к пяти нибудь сядем. Я давно не ела, думаю, рулетики у меня еще остались, поесть с гречкой. И нужно упаковать печенье. Тоже как-то мало получилось. Тринадцать штук. Как мне теперь на всех разделить, я даже и не знаю. Надо было, наверное, делать еще, но я уже как-то... Не подумала я об этом, если честно. Вечера на хутере близки канье. Уважаемый, а, где там панночка? Вносите панночку. Точно, точно. А ты не фиксировал ничем? Просто так лежит? Конечно. Зачем она и так, как с херла? Как с херла? Надеюсь, сейчас еще никого нет. Я так смешно сказал это слово. Нет, просто смешно, что ты его вообще сказал. Применил. Я сейчас села. Свои прически. Ну а вам и здесь. Я? Иди на балкон. Только аккуратно. Там ковер... Чтобы ты не своднулся в него. Так, значит, на балконе принеси. Там есть на ножке блюдо. Пакетие. Это жерка. Нет, не это жерка. На ножке блюда? А, извините. Ну, повис, подкнись, я тебя прошу. Смотри, вот у меня и рука какая, что ты понимала. Вот такие я и рука. Да у меня тоже все такие есть. А вот это мои старые, которые... И ножи у меня все одинаковые. А вот такие я тебе приносила. И вилки у меня точно такие же. Как же ж мне выбрать твои тарифи? Ну, просто принеси вот эти тарифи. И ножи все были... Я их все разложила на столики. На ножей ничего не надо. Все одинаковые. А вилки ты мне принесла мои старые советы. Я же еще дома спрашивала. Старые вилки, под старину, которые... Ну, мои старые... Ты сказала, да. Я открою немножко, проветриваю. Ты несешь? Ой, где она течет. Как течет? Как течет? Не капнула ничего на него нигде? Леш, наверное, отнеси его где-то на балкон так аккуратненько поставь. Потому что, чтобы он был, ну, холодненький. Я здесь. Мой бокал тут. А кто где хочет? Так что я здесь. Яна, подвигайся к Коле ближе. Это мой бокал. Хочешь садить сюда, нет? Я где-то там, я на нюху. Ты не хочешь? Я сюда несет возле, я на каждой празднику. Я сюда. Надеюсь, это не сарказм. Нет. Никто шампанское не хочет, потому что у меня бокал. Я буду тут. Это шампанское? Ну, хорошо. Да. В смысле тут? Ну, не поставь садить. Ко мне садись. Мам, ты сюда сядешь? Сейчас я туда. Я думала, мы тут вместе, чтобы мы выходили с тобой. И там где-то Диана она еще была. Моя возле папы. О, Коля, ты красивая. Мама, без денег. Да нет, чтобы было красивее. Это для пилот. Да. Ну-ка, что там Коля подарил? Что там Коля подарил? Все, пошлите. Одей, одей тот, Пан. А ну, показывай. Привет, дядя Коля. Привет. Ничего себе, какой большой. С руками, с шапкой. Вот это друг тебе будет. Как живой? Руками, с шапкой. С руками и шапкой. Так, давайте к столу. У нас гости голубые. Ой. Это первый раз тебе будет. Сот раз ехали. А вы наканавливает ГАИ. Вы десять раз щовкаете. Да. Коля, вы раздвете ее. А теперь как? Серьезно? Ну, да. А я пошути, ну, я побываю, что я нормальный муж. А вы откуда вы едете? Попробуйте, Дня. Поверьте, Дня. Проверка оружия. Ты нормально пошутил. Кошмар. Мама готовила, что ли? Он там с сукатами. Сукаты замачиваются в коньяке или в чем-то таковое. Ой, какая красота внутри. Съемочная площадка. Не пишите плохих комментариев, потому что Ира близко к сердцу. Знаю, что кто-то из вас точно спросит рецепт Штоллина, скажу, что мама брала его на канале «Приятного аппетита» у Ирины Поделян. Я думаю, многие ее знают. У нее очень много рецептов Штоллина. Весело посидели очень долго. Мы сидели с пяти или даже с полпятого до десяти, наверное. Это вообще очень долго. Затянулось прям такое застолье. Ну, было весело, здорово. Ну, как всегда вообще, когда мы все собираемся. Калина подтянулась, потом все увиделись. Сам Вэлл выдал безумную идею. Ну, реально безумную. Просто генератор сумасшедших идей. Отметить мой день рождения у него дома. Сначала он мне показался вообще чем-то сумасшедшим. Я сразу отказалась. Что-то странное, что-то типа такое. Потом он настаивал, настаивал, и я задумалась. Задумалась, думала об этом весь вечер. И Коля так загорел с этой идеей. И бабушке никуда ехать не надо. Сам Вэлл, конечно же, в первую очередь очень почему-то загорел с этой идеей. Думаю, наверное, потому что ему после репетиции, естественно, никуда не хочется ехать. У него репетиция в понедельник и во вторник. И вообще там потом морозы, короче, с четверга и снега. Поэтому я даже не знаю, как бы там они приехали в гололед. Но как-то вот настаивал, настаивал, и я начала думать. И подумала, что это было бы здорово. Но только в том случае, если мы с Лешей приедем утром рано, все продукты привезем, все сами приготовим без сам Вэлла помощи. И все сами уберем до того, как придут гости. И пусть только они соберутся и уедут. Потому что, ну, отмечать в чьей-то квартире и оставить за собой срач, это вообще капец. Поэтому мы должны будем сделать все просто, вот идеально, по максимуму, не напрягаясь сам Вэлла. Хотя он сам говорил, давайте там что-то докуплю вам, пойдем в Лесельпо. С ума сошел, еще в Лесельпо я там не делала покупки, блин, на день рождения. Он вообще такой дорогущий магазин, причем неоправданно. Там есть вот просто продукты, которые стоят дороже, чем в обычном Сельпо. Хотя они вообще ничем не отличаются. Там наценка стоит сумасшедшая. Понятно, там есть необычные товары, но в основном там, блин, просто офигевшие какие-то цены. Поэтому если ехать с продуктами своими, конечно же. Я еще думаю, но я думаю, что почти 100% мы так сделаем. Это просто интересно. Меня это привыкло тем, что это будет, наверное, первый день рождения в моем сознательном возрасте, который будет отличаться от всех остальных. Потому что каждый год одно и то же. И я перестаю уже ждать день рождения. Для меня это не какой-то там грандиозный праздник. Я из него ничего особо не делаю. Просто есть люди, которые так отмечают просто с размахом. И прически и макияжи делают, и платья покупают, и рестораны заказывают. Но у меня такого никогда не было. И вообще как-то не парюсь по этому поводу. Поэтому вот эта идея меня заинтересовала тем, что можно хотя бы сменить обстановку, учитывая, что сейчас еще и локдаун, и ни в какой кафе, ни в какой ресторан, и даже в кино не сходить в свой день. Хотя я люблю вот эти прогулки и все такое. Так что можете написать, что по этому поводу думаете? Ну, я думаю, что это интересно. Опять же, если мы не будем вообще напрягать дядю с подготовкой. И плюс надо будет думать такое меню, чтобы можно было что-то уже готовое привезти. И там, чтобы особо долго не выготавливать, чтобы можно было хотя бы часик пройтись по Днепру, потому что люблю этот город. Вот это было бы интересно. Спасибо за то, что смотрели. Всем пока, всех уже с прошедшими праздниками. Увидимся очень-очень скоро. Солнце опять, смотрите, как шпарит. Пока!